Мы беседуем с Екатериной Нежинцевой. Кать, ты помимо того, что ты председатель комиссии по экологии, общественная палата нашего округа, еще и представляешь общественную организацию Творческие Многонятные Семьи Кушкинского округа. Нам Максим Маликов рассказал, как родилась идея по очистке берега от камыша. А я хочу попросить тебе рассказать, можно ли этот камыш использовать в каких-то целях. Не только там выбросить его или на подстилку для скота. Да, да, кстати, скот не ест. Уже уточняли, потому что хотели как раз таки отвезти несколько мешков собранных. Семьи, где у нас живость есть какая-то, козочки, я знаю, что у семьи многодетные есть. А козочки это не едят, к сожалению. Не едят, да? Да, в паблике у вас. А подстилку тоже. В общем, там пока отказ, то есть как бы не нужно. А в плане того, что вот у вас в паблике был комментарий от Галины Саши, в Кузнецкой библиотеке. Там они проводят тоже мастер-классы. И из рогоза очень много делается из камыша. Очень много поделок всяких разных. Начиная от старинных, декоративных, то есть идёт и верх, и низ, и стебли. Вот, даже у самих камышей, не знаю, как правильно она называется, тут меховая пампушка сверху. И даже из неё делают ещё такие мягкие паркетные игрушки. Сейчас отберём получше веточки, потому что в библиотеке не только детки приходят почитать книжки и брать, там же проводится мастер-класс, ещё в библиотеках большая активность. То есть это досуг для детей, мастер-классы, какие-то дополнительные занятия полезные. Вот, так что отберём сегодня камыш. У вас обстоят дела в вашей организации творческих многодетных семей. С самого названия следует, что вы занимаетесь какими-то рукоделиями, что-то делаете. Что-нибудь новенькое у вас появилось, какое-то направление? Ну, вообще, как бы, скажем так, хватаемся за всё, что можно, как бы, чем можем, помогаем. В плане, да, творческие, потому что изначально мы начинали собирать мастериц, мамочки активные, которые что-то делали, то есть это был такой азарт. Объединить мамочек, которые в декрете сидят, им скучно дома, но они что-то умеют делать. Они сидят так, ну, зачем нам это надо, никому это не нужно. В итоге это объединило нас, мы решили создать такое вот небольшое общество. А так помогаем всем, то есть пенсионерам, деткам, не только даже многодетным, есть мамочки-одиночки, есть мамочки с двумя детьми, да, которые, ну, тяжело живётся. То есть чем можем, помогаем. Какие-то юридические моменты, какие-то продуктовую помощь. Опять-таки мы не сами, допустим, собираем, у нас нет такой финансированный. Есть люди, которые помогают, оказывают тоже помощь через нас, в этих организаций содружественных. Поэтому пока существуем. Ещё раз расскажем. Творческие многодетные семьи Кушкинского округа. У вас есть аккаунты в ВКонтакте, в Инстаграм. Ищите. И найдёте. Продолжение следует...